Практическая психология 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 заложен такой вопрос, что вообще-то проблема состоит в том, что люди самоутверждаются за счёт друг друга, не понимая этого, а самоутверждаются, и входят они в отношения для того, чтобы жизнь стала интереснее, богаче и разнообразнее, потому что сам по себе человек одного пола не может достигнуть того большего, что могут они сделать в таком консенсусе вдвоём. И войдя в эти отношения, естественно, рождаются дети, они воспитываются достаточно продуктивнее именно вдвоём, достижения в виде каких-то новообразований духовных и материальных лучше делать всегда вдвоём. И любой из нас, входя в отношения, не понимает, что подсознательно заложена именно эта установка для самоутверждения, для более продуктивной жизни мне как раз нужен партнёр. Интересная такая позиция, да? То есть вроде бы я хочу сделать кого-то счастливым, поэтому я иду в эти отношения. Нет, я хочу утвердиться, и поэтому я иду в эти отношения. Да, мне нужен партнёр, чтобы сделать жизнь не за счёт этого партнёра лучше, а в консолидации наших усилий, потому что мужчина и женщина обладают совершенно разными конфигурациями личностными, человеческими, половыми и так далее. И только в совокупности они создают более такую продуктивную модель вообще жизни, нежели сам по себе. Соглашусь с вами. Но вот смотрите, такая ещё последнее время тенденция идёт, что, да, действительно, на государственном уровне где-то нас всё равно с вами пытаются объединить, что семья – это хорошо, семья – это великолепность, семья – это другая глубина отношений, да, это другая тема ответственности. Но всё чаще мы встречаем молодое такое поколение, или наоборот, не молодое поколение, которое говорят, что каждому по факту так-то нужен человек, да, но бывает так, что одиноким лучше всех. Вот это тоже прямо такая тенденция, что очень много людей, которые выбирают свою жизнь вне отношений, да, и это тогда про что? Я не желаю чего? Дело в том, что в последнее время у нас очень много возможностей для того, чтобы человек развивался, и это независимо от пола. У нас создано очень много институтов образования, очень много реализаций возможностей для молодых людей. Естественно, для того, чтобы кем-то стать и обеспечить своё будущее, люди входят вот в эту стезю для того, чтобы самоутвердиться в плане профессии, личностного роста, иметь какой-то социальный статус и, естественно, хороший заработок, да, причём такой, не то чтобы хороший, а достойный. И мало кто задумывается, что нужно иметь вот эти грани того, каким ты будешь, и когда тебе нужно остановиться для того, чтобы ещё посмотреть на другую грань вот этих семейных отношений, потому что семья, она даёт другой диапазон эмоций, чем просто работа, чем просто деньги, чем просто какие-то увлечения. Да, это, конечно, всё важно. Это все направления, как социальные роли человека, они все важны. Но семья, она всё-таки составляет такую поддержку, фундамент, опору, продолжение и так далее. И вот некоторые люди, они заигрываются вот в этом материализованном плане и не видят духовного плана. Они вспоминают о нём в старости, но бывает поздно. Так вот, вы очень верно подметили, что сейчас на законодательном уровне утверждается вот эта позиция, что семья, как ячейка общества, как социальная система, вот система семейных отношений, она сегодня обретает другой смысл. Потому что чем крепче семья, чем продуктивнее взаимоотношения партнёра мужа и жены, а также их как родителей для ребёнка, тем лучше развивается наше общество и более серьёзно стоит на ногах наше государство. Сейчас извне очень много уязвимых мест, которые пытаются нашу страну всяческим образом, так скажем, дестабилизировать. И, естественно, государство на это обращает внимание. Так вот, институты педагогики и психологии обращают внимание на то, что люди заходят в брак без психологической готовности. У них нет психологического просвещения, ведь сейчас в школах нет этой этики и психологии семейных отношений. И в лучшем случае наши ребята познают психологию и педагогику в коротеньком курсе университетского образования. На втором курсе. Первый и второй курс. Да-да-да, тем более он сейчас, этот курс, не является обязательным. Раньше он являлся таковым, да, если мы не говорим про профильные специальности. Но сейчас радует то, что, опять-таки, у молодого поколения очень активно интерес вообще к психологии, да. Они слушают, смотрят, много книг читают. Ну, по крайней мере, я с такими встречаюсь, с ребятами. Вот это радует, конечно. Вот тут я с вами согласна и немножечко хотела бы сказать «но». Потому что есть очень много молодых людей, которые хотели разобраться в ситуации, почитали литературу, они в ней начали разбираться и сопоставлять себя с образами, которые вот в этой психологической литературе даны. Чаще всего эта литература бывает нерекомендованного характера. Вот я слышал, вот я знал, вот мне посоветовали. Человек читает и начинает себя сравнивать с этим образом, который представлен в этом источнике. И он ещё больше забивается в эту проблему, потому что у него нет проводника, который бы ему разъяснил этот достаточно сложный психологический язык. И часто бывает такое, что люди незрелые или находящиеся в ситуации проблемы, да, они, читая литературу, литературу, уходят и углубляются в проблемы ещё сильнее. И потом бывает намного сложнее вернуться на ту исходную точку, чтобы себе помочь. А потом бывает такое, что бывает подарок психологу в виде большой посылки. Пожалуйста, заберите эти книги, потому что даже когда я на них смотрю, мне уже плохо. С этим нужно, как в любом деле, золотую середину иметь. Согласна с вами. Ну что, возвращаемся к нашей теме. Да, мы немножко с вами отошли, но это тоже такая сопутствующая, я бы сказала. Катя, вот слава богу, есть природа, которая нас так или иначе с помощью там гормонов, с помощью каких-то других механизмов, но толкает в отношении друг к другу. Мужчина ищет женщину, женщина ищет мужчину. И как зарождается любовь, как зарождаются отношения, это вообще отдельная история, которую мы тоже, как с точки зрения психофизиологии, можем долго и долго рассказывать. Увлекательнейшая, на мой взгляд, тема. Но мы сегодня с вами говорим о том, что вот, мужчина и женщина, и они вдруг понимают, что они хотят отношения друг с другом, и что необходимо им тогда, ну как с точки зрения нашей психологической с вами тематики, обговорить. И нужно ли это делать? Вот здесь нужно обратить внимание вот на такие моменты. Очень многие заходят в отношения, особенно женщины, думая о том, что это какой-то сплошной романтик, и он будет продолжаться до конца жизни. И очень многие отношения рушатся именно из-за того, что ожидания с реальностью не сходятся. И вот здесь нужно понимать, что на каждой стадии отношений обязательно приходит какое-то динамичное какое-то развитие. Мы обрушаемся в какой-то кризисный момент семейной жизни, эти кризисы у нас, в принципе, установлены. Мы обрушаемся, и вот здесь нам нужно выйти на новую модель взаимоотношений. Старое устаревает. И вот здесь женщине нужно понять, что от неё вообще-то во многом зависят семейные отношения. Она как дирижёр, и женщины этого не понимают, и часто ответственность переводят на мужчину. А от женщины, от её гибкости, от её мудрости, от умения варьировать с собой, менять какие-то состояния, подавать мужчине какие-то импульсы, очень многое зависит. И нужно понимать, что если раньше были стихи, дифирамбы, песни и… Комплименты. Да, что-то вот такое, то мужчина, заполучив женщину, не становится другим в плане любви к этой женщине. Но любовь становится другой. И зайдя в отношения, мужчина уже понимает, что моя надёжность для этой женщины – это не завоевание её, а это обеспечение ей гарантии безопасности, материального благополучия, вот этой надёжности, что мне спокойно за мужем. А женщины, того и не понимая, тормошат этих мужчин… И просят, и требуют… Да, да, да. Опять-таки, того романтика, который, в принципе, их и влюбил в этого мужчину. Да, да, да. Но здесь нужно быть благодарными, потому что мужчина и женщина отличаются друг от друга тем, что им разное нужно. Женщина даёт мужчине секс, и это нормально, потому что мужчина занимается сексом с той женщиной, которую любит, и занимается с ней постоянно, он не хочет смотреть на другую. Это и есть проявление его любви к женщине. Секс женщина даёт мужчине доверие и даёт ещё очень важный компонент, о которых забывают женщины. Это благодарность за то, что этот мужчина делает ради неё или детей из семьи и так далее. Женщине же надо совсем другое. И мужчина не то чтобы обязан, но лучше бы, если бы он это давал. Женщина подводит его к тому, чтобы ощущать себя любимой. То есть ей не нужен секс как таково, она не против, но для неё первичнее любовь, проявление именно чувств, разговоров про любовь, признание и так далее. К этой любви ей важно заботу от мужчины получить и внимание. Вот это как раз и есть комплименты. То есть мы даже по этим различиям понимаем, что мы разные, и нам совершенно разные потребности нужны. Ну вот так-то, да? Вот я вас слушаю и понимаю, что в принципе это всё реально. То есть женщина реально может давать всего этого мужчине так, чтобы ему хорошо было. И мужчина, в принципе, здоровый, адекватный, он тоже способен на все вот эти поступки. А вот это хорошо, что вы отметили, потому что мужчина живёт в ожиданиях от этой женщины. Женщина приходит в мир, и она приносит в этот мир ребёнка. От неё вообще всё идёт. И поэтому она как дирижёр руководит этим мужчиной. И если она не даёт... Сейчас мужчины говорят, ах, вон, оказывается, кто нами руководит. То есть секса нет. Женщина не доверяет мужчине, он постоянно его подозревает в чём-то или сомневается, что он может отверстие просверлить так, как ей надо для её картины. Она не восхищается им, не благодарит за какие-то дела. И у него нет этого импульса отдать ей обратно. Это не то, чтобы я тебе, а ты мне какой-то бартерный подход. Нет, это умелое руководство вот этими семейными отношениями, которые мужчина обязательно заметит, потому что у него появятся крылья, ему захочется для этой женщины что-то сделать. Так вот, уклонилась я от вашего вопроса, но я к нему вернусь. Заходя в отношения, нужно понимать, что не романтик является главным, а главным являются два таких критерия, условия, компоненты, так скажем. Первое – это то, что нам необходимо не то, чтобы заниматься, а жертвовать самими собой ради этого мужчины и ради этих отношений. И мужчине точно так же ради женщины. Это не то, что мы будем заниматься самобичеванием, менять свои ценности, менять свои правила. Это вообще не про это. Это про то, что в начале отношений перед ними мы заходим в брак только тогда, когда мы обо всём договорились. В моей семье было принято ряд традиций, ряд ценностей, ряд каких-то правил. Я с ними целиком согласна. Или же мне не нравится вот это, вот это, вот это, я бы хотела видеть вот так. Мужчина на это смотрит и говорит, а у меня есть вот такая картина мира, вот это создалось моим образом, папа и мамы, как родители, мужа и жены, как мужчины и женщины. Меня вообще всё устраивает. Или не устраивает, и он тоже что-то говорит. И при этом были какие-то обязанности у этих супругов, и какое-то видение воспитания ребёнка. Люди садятся, и вот эти две проекции начинают дружить. И при этом договариваться о том, какие у меня ещё будут обязанности. Вот эта зона ответственности, которая есть не у одного партнёра, а у обоих. И вот здесь начинает, так скажем, снижаться градус страсти, что является нормой, потому что работает не нижняя часть, а верхняя нашего организма, голова. А оказывается, семья-то — это не просто сходить в кино, влюбляться, говорить какие-то слова, а это оказывается целый мир, процесс. И подружив вот эти два мира, мой и твой, мы можем дойти до определённого результата. Результат всегда будет, но он будет нас либо радовать, удовлетворять, либо огорчать. И от этого шага серьёзного зависит как раз то, какой будет результат, и это должно решаться до ЗАГСа. Вот смотрите, Катя, очень мудрые слова, как мы с вами чаще всего в практике встречаем. Вот как раз когда непринятие, например, семейной системы супруга, а семейная система супруга не принимает семейную систему супруги. И получается, что мы живём как между двух огней, а на самом-то деле, когда вы входили в отношения, вы тогда уже начинали дружить, вы тогда уже начинали познавать друг друга с позиции не только я женщина, ты мужчина, но ещё ведь, смотри, за моими плечами у меня есть ещё родители, есть целые какие-то традиции, и если их обесцениваешь так или иначе, это всегда причиняет боль. Да, я согласна. То дело-то в том, что мы заходим в эти условия, мы хотим играть в какую-то новую игру, но мы не обговорили её правила. А потом, кто в этом виноват? Виноваты оба. Всегда всё, что связано с семьёй, это отношения двоих людей. Здесь не может быть кто-то прав, и кто-то виноват. И возможно ли отношения, когда, например, одна семейная система люто ненавидит другую, или не принимает, постоянно обесценивает, постоянно возникают какие-то ситуации для конфликта. Тогда ведь и семья, получается, она всё время пребывает в состоянии кризиса. Да, потому что это стрессовые условия, мы не созидаем что-то новое, мы пытаемся перед вот этими родственниками или друзьями отстоять позиции семьи, в этой борьбе теряем себя, потому что здесь нет удовольствия. А вот второе условие, то есть вот самопожертвование, но это, ещё раз повторюсь, не изменение своим ценностям и правилам, это некий компромисс двух систем, то есть я как человек-система, ты как человек-система, за нами род как система, за нами какой-то понятийный аппарат, мы его дружим. И дружим ценности, правила, ответственность, обязанность. То есть мы заранее договорились, кто моет посуду, кто моет пол, кто-то там ещё что-то делает, но это нужно договариваться заранее, а потом уже говорить о том, что ты же на себя взял вот эту ответственность, а ты на себя взяла вот эту. Да, мы можем поменяться обязанностями, но мы договариваемся здесь. То есть даже в процессе уже семейной жизни мы можем в любой момент опять-таки сесть и передоговориться, да? Конечно, но главное, чтобы это... сходилось с понятийным аппаратом друг к другу, потому что условия, в которых мы живём, они постоянно динамично изменяются. Не может конструкция зацементироваться в 20 лет, а я, кстати, за то, чтобы создавать отношения примерно лет в 27, когда ты уже личностно вырос, ты уже понял, ты уже трамплин в профессии задал, да? И ты идёшь куда-то в каком-то направлении, уже самоотверждаясь. Так вот, следующее условие, оно не менее важное, оно не на втором месте, оно такое же по значимости, это радость в отношениях. Мы к этому стремимся, но мы делаем всё, чтобы наши отношения стали обыденными. А потом мы говорим, да к нам как-то неинтересно, нам как-то скучно, и как-то всё стало обыденным. А от чего зависит радость? Это ведь не от того, что солнце вышло, и сегодня нет дождя, а Леон наоборот есть, и есть какие-то возможности. Радость — это работа двух людей над отношениями, сделать так, чтобы на этой неделе были какие-то мероприятия, были какие-то события, была какая-то неординарность, секретик, изюминка, которая привнесла бы в нашу жизнь что-то новое, необычное, интересное. В этом необычно новом мы познали друг с другом с другой стороны. И самое главное, мы бы удовлетворили свою важную субличность. У нас в каждом живёт взрослый родитель и ребёнок. Так вот, невозможно жить только в напряжении с ответственностью родителей взрослого. У нас ребёнок тогда будет страдать, а ребёнок требует этой радости, ему хочется видеть мир, познавать, куда-то есть, интересоваться чем-то, но быть каким-то наполненным. А если каждый день похож у нас на предыдущий, мы каждый раз разворачиваемся друг к другу спиной и как-то расходимся. И нет гарантии, что не будет третьего лица, который как раз покажет нам эту радость. Вот смотрите, тут ещё тоже очень важно понимать, что вы сказали слово «работать над отношениями». И очень много сейчас литературы, где написано, что отношения – это не работа. Отношения – это вот вы пришли в эти отношения, и всё, и вы там или счастливы, или несчастны. Но всё-таки я с вами тут тоже полностью соглашусь, что без вложений, временных, каких-то душевных, ещё чего-то, не будет этой радости. Потому что так-то с неба ничего нам не падает, правда? Всегда нужно... Кто-то должен быть инициатором, чтобы взять и придумать что-то интересное, что у нас, например, потом для нас станет с тобой приятным воспоминанием, тем топливом, на котором мы потом проедем ещё, может быть, десяток лет, правда? Да, или может быть, каким-то ритуалом, который мы пронесём через все годы, и этот ритуал подарим нашим детям, он это пронесёт через все поколения. Вот это очень важно понимать. То есть, подведу итог по этому пункту. мы заходим в отношения, договариваясь о ценностях, правилах и обязанностях, и при этом несем ответственность за то решение, которое мы приняли. И второй момент, мы живём радостно, наполняя каждый день или каждую неделю какими-то интересными событиями, неординарными какими-то действиями. Катюш, судя по всему, мы будем с вами встречаться ещё раз, потому что мы не успели проговорить про очень-очень многие моменты. Но вот в завершение нашей программы скажите, что можно было бы почитать нашим слушателям на тему как раз как договариваться об отношениях? Может, у вас какая-то есть книга, которую вы действительно с удовольствием сами читали и рекомендуете её? Можешь какие-то фильмы посмотреть? Дело в том, что очень много литературы западной, она написана прекрасно про отношения, женщины с Марса. Мужчины с Венерой. Но я всё-таки... Наоборот, да. Я думаю, я остановилась, думаю, что ты тут не то затороторила, потому что... Но я всё-таки заадаптирована под наши социальные условия литературу. Поэтому Андрей Курпатов «Мужчина и женщина. Универсальное правило» раскрывает эта книга то, что каждый из нас это совершенно разное существо. И для того, чтобы понять мир друг друга, нужно посмотреть на противоположного по полу человека третейским наблюдателем. Оказывается, этот человек совершенно иной. Он не так думает, у него другой спектр психологических, так скажем, особенностей. Память, внимание, мышление, воображение, восприятие, они работают вообще по-другому. Хотя, когда мы преподаем гендерную психологию, там написано практически, что мы практически одинаковы с точки зрения физиологии, и с точки зрения психологии тоже. Оказывается, всё нет. Раскрывается то, что у мужчин главенствует интеллект, разум, мысли, у женщины больше опережаются эмоции, чувства и ощущения. То есть вот эта книга читается очень легко, и она подана таким языком, что хочется рассмотреть эту ситуацию с разных сторон. И книга очень хорошая, поступая как, думая как женщина, поступая как мужчина. Почему она мне нравится? Потому что она раскрывает именно суть природы поведения мужчины. Читая эту книгу, мы смотрим, как бы заходя в субстанцию мужчины, в его внутренний мир, как он видит этот мир вообще совершенно другими глазами. Настолько интересно подана эта книга, и мы начинаем понимать, что вообще всё по-другому устроено, чем мы думаем. Как хорошо, что мы такие все разные. Как хорошо, что на этой планете есть мужчины и женщины, и они способны любить друг друга. Спасибо большое. Сегодня мы говорили, о чём стоит договариваться в начале отношений между мужчиной и женщиной. и раскрыть эту увлекательную тему мне помогла Екатерина Агафонова, психолог, кандидат педагогических наук. Катя, спасибо большое. И до новых встреч. Благодарю за встречу. До свидания. Практическая психология. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова